наш эфир продолжает программы эфима фиштейна похищение европы здравствуйте эфим добрый день а у нас уже и добрый вечер можно сказать сергей ну давайте тогда начнем с того места где уже вечер с того что происходило событий европы патр по традиции да разумеется живя в праге очень хорошо и удобно обозревать европейские окрестности поскольку город находится в самом центре географическом европы и надо сказать что сегодняшняя европа является вои довольно непонятно и сумбурно зрелище я бы сказал может быть и у вас в америке хотя без особых без особой любви показывает все таки по телевизионным каналам вспышки негодования граждан европы то здесь то там они проходят практически во всех столицах старого континента причем я бы сказал что места где вспыхивают беспорядки и протесты не вполне обычный для европы но можно было бы предположить скажем какие-то уличные беспорядки в берлине там это бывало обычно обычно леваки студенческие протесты и так далее выливались вот в такого рода беспорядки с поджогами и прочей билибердой но сейчас это не вполне так не не берлин не милан скажем итальянский или рим где тоже проходят протесты но они они стали как бы главными очагами напряженности на старом континенте парадоксально самые массовые протесты сопровождающиеся самыми массовыми беспорядками наблюдаются на западе европы но скажем самая массовая демонстрация проходили в брюсселе в эту в эти выходные а самые насильственные в голландии протердаме в гаги то есть почему-то именно запад европы стал эпицентром я бы сказал ответа горожан на рестриктивные меры которыми отличается современная европа о чем идет речь дело в том что просто так сказать что население европы отвечает протестами на ситуацию с к видам с эпидемией проходящих не только в европе по всему миру этого было бы сказать наверное мало потому что пока совершенно непонятно до какой меры гнев горожан питается и подпитывается только медицинскими опасениями только раз размаха в эпидемии и только ли репрессивными мерами государств принимаемыми против размаха эпидемии но не отрицаю не сомневаюсь что в значительной степени это негодование общее подпитывается и растерянностью европейцев потери всяческой ориентации какой-то бессмысленной и и я бы сказал хаотической энтропией которая охватила старый континент огромное количество граждан не имея в разумительной в разумительного проекта будущего сейчас это так в исприне несколько называется проект будущее это физия то есть видение будущего мира поскольку нет никакого определенного а старые проекты а проявили себя своей полной я бы сказал не полноценности и несостоятельности они выявили всю свою несостоятельность такие проекты имею ввиду как проект европейского союза как какие-то климатические и прочие новые проекты это ведь все как бы в одном ряду и укладывается в одно предложение через запятую тут вами гендерные какие-то тренды и климатические и вот сейчас к ним присоединились тренды я бы сказал медицинские связанные с к видом социальная но в результате это не дает нам ясной картины чего хотят эти люди а люди выходят на площади и до достаточно часто не ограничивается их проявление просто скажем битьем стекла до в окнах а довольно часто наблюдаются поджоги машин ну все что всегда сопутствовал социальным бурям на улицах городов сейчас эти бури нельзя назвать социальными непонятно чего хотят граждане они хотят ограничения роли государств государств насильников государств в значительной степени полицейских каждое государство европы сейчас акцентируют и педалируют свою способность ограничивать ограничивать воли изъявления граждан и видимо против этого явления то и протестуют европейские граждане чем это может закончиться куда ведет этот гнев не имеющий выхода я бы сказал уже единственные выходы идти на улицу бить окна ведь стекла и так далее но аж какой конструктив можно найти ведь европа и отдельные страны или даже отдельные слои европейских граждан не объединены никаким проектом будущего никакой об никаким общим видением будущем и это особенность момента я бы сказал колоссальные беспорядки проходили буквально по соседству с прагой в вене а вы и в америке наверняка знаете что вена отличается большим законопослушанием своих граждан и вдруг и там оказывается ищет выход и часто не находит выхода другого вот это энергия протеста энергия возмущения эти как свое время писал стейнбэк гроздья гнева которые налились и сейчас уже как говорится вот-вот угрожают лопнуть эта ситуация в нынешней европе но я говорю то что сам сейчас выглядит самым демонстративным лежит разумеется на поверхности хотя и не имеет своего рационального объяснения государства стараются потуже закручивать гайки принимая репрессивные меры все больше и больше но вы знаете вероятно что полная локдауны сейчас введены по соседству с чехией во многих государствах это и австрия со словакии ну и на западе голландия бельгия или стремятся к этому или уже объявили локдауны дело в том что очень сложно в памяти держать крайнее разнообразие методов которым прибегают правительства отдельных стран одно можно сказать с уверенностью и эта ситуация не лишена парадоксального смысла страна которая меньше всех предпринимала рестриктивные меры это швеция в ней сейчас смертность от к вида ниже всего парадоксально ниже всего но естественно вам могут сказать что это всего лишь . на оси координат на временной оси и может быть через месяц ситуация изменится в свою прямую противоположность но дело в том что мы вынуждены а сейчас мы вынуждены жить этим сегодняшним днем к сожалению потому что мы не знаем как будет развиваться и как будет выглядит синусоида эпидемии она может пойти на спад где-то а в другом месте вдруг увеличится мы не знаем замыслы этого вируса собственно говоря его потенциал мутации его возможности для мутирования дальнейшего мы просто это не вполне понимаем и вынуждены верить ученым но вот что любопытно верить то можно по-разному кто поверил уже тот разумеется как бы может жить болеть и умирать поспокойней ему кто не вполне поверил тот пытается как-то противиться для меня например важным фактором является хотя бы единомыслие среди специалистов и его то я не вижу когда я вижу что серьезные специалисты скажем объединившись в сотню в тысячу говорят одно а другие не менее серьезные специалисты даже если их всего 10 20 говорят прямо противоположное то для меня это повод задуматься и я не беру на себя ответственности решать какая из этих правд правдивей так сказать и ссылки всякие отсылки к тому что она ведь это наука говорит устами экспертов глаголит сама наука это мне кажется исключительно наивным смешным и недостойным той тревожной ситуация которая действительно складывается потому что наука как известный не я это придумал она не генерирует окончательные истины наука генерирует сомнения иначе она восстановилась в какой-то момент и перестала развиваться а сомнения толкают и вперед они абсолютные истины вот что можно сказать сказать о ситуации из пандемии в европе разумеется проходят и другие процессы параллельно и все они кстати антропического характера все они рвут континент на части на клочья я бы сказал ситуация на границах польши и белоруссии в какой-то мере слегка успокоилась стало чуть поспокойнее потому что но почему потому что поляки не послушали добрых советов европейских доброжелателей которые полякам нашептывали но будьте людьми ну проявите гуманизм откройте границу и граница вообще это это бессмысленное варварское сооружение это колючая проволока но откройте границы дайте им пройти они же все равно говорили самое хитрозады из этих доброжелателей говорили все равно же они перебегут через польшу и пойдут в германию откройте границы поляки сказали нет даже этих дней пока они будут перебегать нам достаточно мы не хотим чтобы государство потеряла контроль над собственной территории потому что бесконтрольная территория превращается просто в территорию они в государственное образование превращается просто в территорию открытую для пересечения по местности и открытую для того чтобы где-то скажем провести пару дней или или пару недель осесть ограбить понасиловать и все что все прелести которые сопутствуют потери контроля на своей территории пояки сказали нет дома вы можете делать что вы хотите они вынуждены были это сказать новому правительству германии которая сейчас формируется где особенно зеленая входящая состав этого правительства будущего она еще не приведена к присяге поэтому я вынужден говорить так неопределенно тем не менее зеленая в правительстве в новом правительстве германии уже поляков осудили за репрессивные методы недопущения страдальцев на свою территорию что они видят как антигуманная совершенно античеловечная меры и так далее но им в общем то все равно за что польшу журить повод здесь всегда найдется важно что польша не отвечает представлениям этих людей о том как должна выглядеть демократия демократия должна выглядеть к несчастью если следовать их представлениям демократия это то что слабо то что бесхребетно то что открыто для всякого издевательства внешне со стороны внешних сил вот это и то есть по представлениям этих доброходов это и есть демократия а то что готова защитить себя это это уже авторитаризм по видимо короче ситуация что интересно подчеркнуть слегка получила некоторое разрешение но как она его получил это разрешение в чем она заключалась она заключалась в том что евросоюз вы или выделил три с половиной миллиона евро белорусскому правительству чтобы она наняло каких-то перевозчиков транспорт самолеты что угодно автобусы и перевезло этих переселенцев милых куда-нибудь подальше как правило то ли в турцию то ли по их по месту и постоянного жительства дырак а сейчас большинство из них кстати не серийца и иракцы то есть то что же получилось после всех этих слов в испринь них слов самого высокого полета в конечном счете европейцы снова как это было и в случае с турцией они долго не хотели признаваться в этом и долго не хотели отвечать на вопрос почему не дать им денег как вы дали турции вы ждали турции деньги за что за то чтобы турция по придержала беженцам на своей территории вот и все это был куанду продажи коровы на базаре на рынке кто больше даст тут больше получит но говорили европейцы это в данном случае вопрос ценностей и мы денег не дадим но далее вот сейчас дали бы может быть не 6 миллиардов как турции дали но ты с половиной миллиона только для того чтобы они куда-то отвезли подальше нам сказать что каких-то беженцев действительно увезли с глаз долой из сердца вон но какие-то еще пока там осели и статистика показывает что в этом году двадцать первом году который с частью подходит концу в десятеро там буквально мне сейчас не хочется ошибаться но в десятки раз увеличилось число нелегальных мигрантов через восточную границу евросоюза то есть через те страны о которых я и говорю бог польша болгария страны которая на южном на северном крыле восточные границы евросоюза так вот через эти восточные границы стали проникать огромное количество нелегальных мигрантов они ведь каждый кто не глуп понимаешь то есть западные границы прикрылись слегка а прикрылись они чем теми же той же колючей проволокой кстати ненавидимой канцлершей мерки так вот западные границы прикрылись значит они пошли с востока может быть найдут путь и через гренландию или там арктику я не знаю уж но в любом случае можно вода течет сверху вниз и если не поставить заслон на ее пути то она всегда будет течь то есть ситуация складывается вот такая по-прежнему поток мигрантов он хотя и пожиже и пореже но все-таки он продолжается он идет в одном направлении он идет в том направлении где пускают и под и пытается преодолеть все препятствия на этом пути любопытная ситуация складывается и относительно участия америке во всех этих европейских делах и здесь тем из вас кто внимательно следит подскажу любопытная ход мысли любопытный журнальчике foreign affairs который вы хорошо знаете наверное это журнал в общем-то близких газдепу журнал где американская внешняя политика обсуждается и это журнал не противостоящий нынешней администрации соединенных штатов скорее и поддерживающие начинания он опубликовал статью и вынес даже на на первую страницу на титульную на обложку правильно и сказать на обложку журнальчика статью о необходимости нового концерта держав знающие люди понимают о чем я говорю это конечно парафраз знаменитого концерта держав который венского конгресса 1815 года и раздела тогдашнего мира на сферы влияния так вот авторы предлагают провести с участием соединенных штатов новый концерт держав новый концерт держав с участием не только соединенных штатов они как раз и это к этому я хочу подвести мысль соединенные штаты там играют последнего последнее место но основные основные державы в этом концерте это россия китай почему-то они включили японию туда для на всякий случай на мой взгляд соединенные штаты и и здесь один определенный парадокс они видят усиливающуюся авторы статьи в смысле видят усиливающуюся роль блока восточноевропейских стран объединенных вокруг австрии австрия страна крайне немалочисленная эта страна восьмимиллионная могу ошибаться туда-сюда на 100 тысяч человек сейчас но она но эта страна значительно меньше скажем даже чехии размером с венгрию и уже в любом случае несравнимая с размерами польши больше в четыре раза больше так вот тем не менее поскольку австро-венгрия была игроком в концерте держав в венском концерте держав 1815 так вот отмечают американские политологи что сейчас наблюдается усиление восточной европы которая формируется в некий консервативный блок держав разумеется в данном случае вокруг австро-венгрии и американские политологи считают что этот блок будет иметь растущее влияние и заметьте что в этом концерте держав практически нет места для самого европейского союза и это уже удивительно потому что политологи задумывается о будущем этого блока видят скажем смещение сдвиги в политическом влиянии на стороне германии на стороне франции германия видимо уходит прошлое по своему политическому влиянию франция пытается перехватить эстафету пересхватить эту палочку и быть первой но это тоже крайне сомнительно мой взгляд в любом случае политологи видят некий упадок и внутреннее разложение европейского союза из-за чего ну из-за отсутствия из-за отсутствия сформулированной цели из-за полной непонятности того чего собственно это объединение собирается добиться но нам это важно скаку в каком смысле не первое предложение директор института америки по моему так называется московского института это российское учебное заведение уже выдвинул аналогичную идею правда без привлечения японии австрии прочих и прочих игроков он выдвинул идею о необходимости срочного созыва некой международной конференции в составе соединенные штаты россия китай которые должны повторить принцип ялты добиться и подписать ялтинские соглашения о разделении сфер влияния но вы сами понимаете во чтобы это обошлось другим народом мира если их судьбы начнут определять эти три державы где самым слабым игроком опять же оказываются соединенные штаты невозможно сравнить их рычаги влияния с теми с тем что демонстрирует китай сейчас и с тем что демонстрирует россия чья вся сила полностью зависит от американской слабости у россии нет другой силы кроме американской слабости это его на его силовая опора главное так вот естественно что в мире носятся тому это говорю в мире носятся вот такого рода идейки о новом разделе мира опередили если хотите мира пока на каких-то новых оснований и основания это будут прежде всего политико-технологические властные зависящие прямо от силы вооружения от силы армии от способности обороны и наступления со стороны этих держав то есть то что все то что нам казалось давно пережитым и ушедшим в прошлое более того с везенными на помойку истории она вдруг снова набирает как зомби набирает силы новую свежую кровь чувствует в своих жилах и снова выходит на арену истории почему ну снова повторюсь из-за общей идеологическое здесь любопытно что это слово уместно идеологической слабости запада потому что к сожалению запад живет не зная идеологии придумывая идейки вместо цельной цельной и вполне самостоятельной идеологической позиции которая сводилась бы к восстановлению полу забытых или подзабытых ценностей и готовности их защищать любой ценой любой ценой ценой своей чужой жизни но защищать без этих без этих ценностей без идеологии на них основанных запад просто не может не проиграть им историческое сражение потому что бессильный безвольный он не может противостоять тандем у двух мощных авторитарных гигантов сейчас и это китай россии россии сильно территории и армия а китай всем остальным то есть и армии экономикой и всем остальным это не крайне опасно ранее опасный тандем крайне опасно говорится парочка на этом мы остановимся сделаем небольшой перерыв после чего вернемся и продолжим если будут вопросы пожалуйста звоните 847 400 5200 но уже после рекламной паузы возвращаемся в программу эфима фиштейна похищение европы телефон студии по-прежнему 847 400 5200 эфимы знаете что я хотел бы обратиться к двум цитатам а вот интересно вирусолог один сказал которые могут ну как бы возвращаясь к теме которые вы уже освещали переходя к следующая цитата будет переходя к американским делам вирусолог один сказал это я считаю самый серьезный прорыв в медицине объявить здорового человека бессимптомным больным опасным для окружающих после того как эту ересь вбили в голову масса можно делать все все что угодно с чем я вынужден согласиться это первое это остроумная остроумная формулировка многое объясняющее впервые она была обращена такой болевой точке как здоровье человека и и раньше использовали подобного рода принцип принцип когда противление какому-то государственному лично начинанию или просто духовному интеллектуальному мейнстриму противление обычно называли сопротивлением движению вперед к светлому будущему и даже чем-то что угрожает человечеству понимаете очень важно дотянуть угрозу до такого конца где становится ясно что человек сопротивляясь чему-то массовому оказывается угрожает с частью и самому существованию человечества вот если удается это довести до конца и объяснить что неправильно составляя там steam газету вы тем самым льете в воду на мельницу империализма тем самым приближаете атомную войну а разве вы такой людоед чтобы хотеть чтобы уничтожить человечество нет ведь значит лучше правильно пишите steam газету короче вот это и было принципом который действовал прекрасно во всех тоталитарных режимах а сейчас начал действовать еще я бы сказал в ситуации когда тоталитарные режиме вполне сложился в соединенных штатах скажем или в западной европе мы находимся в транзитном состоянии на переходе к новой тотальности но уже прекрасно применяются вот эти же методы может быть даже отрабатываются эти же методы потому что человек который не прививается скажем и даже прививаясь не не сохраняя дистанцию социальную просто меры предосторожности не принимает он фактически бросает вызов самому существованию всего человечества видео может заразить невиновных вызвать смерть невиновных детей сирот вдов ну как тут не пролить слезу огромную понимаете вот это важно человеку вдолбить в голову то есть подчиняйся подчиняйся и ты по крайней мере не уничтожишь это человечество может быть даже спасешь его а наоборот плохо то есть вот это это то что является сутью по существу сердцевиной тоталитарного мышления уже сейчас прививается миллионам западные граждане да и кстати сказать по моему сегодня уже дедлайн или 1 декабря в армии те кто не согласен для того чтобы ему ввели жидкость значит от тех будут избавляться таким образом проверка на лояльность нелояльные режиму режим сказал нужно всем уколоться укололись а если вы не укололи значит вы не лояльны по отношении к режиму значит от вас надо избавляться и по человек по отношению к человеческой жизни вообще вы по существу вас уже после этого можно назвать чем угодно людоедом фашистам нацистам что угодно потому что вы нелояльны по отношению к самому принципу жизни человека на земле понимаете вы против Пока не забыл еще одна деталь. Миллиарды долларов тратятся на то, чтобы завести сюда нелегальных эмигрантов, разместить их. Причем этим занимаются якобы неправительственные организации, которые получают черити из церкви, получают черити, но и эти же организации получают колоссальные гранты от правительства, что есть деньги налогоплательщиков. То есть туда толкают миллиарды долларов, а вот военнослужащим нашим задерживают заработную плату. То есть им задерживают. У меня вообще это в голове не укладывается. Как можно людям, которые очень тяжело работают, которые подвергаются риску, им задержать зарплату? Для этих, которые перепрыгнули через Рио Грандо, все условия созданы. Накормить, напоить, в гостинице в шикарные поселить, на самолет посадить, доставить в другой штат. То есть эти избранники, которые сейчас, этот зиц-председатель, они представляют интересы совсем не американского народа. Абсолютно нет. Так они же и не скрывают этого по существу. По существу в стране, где за гибель военнослужащего, отстаивавшего интересы своей родины, полагаются 100 тысяч долларов. 100 тысяч совершенно верно. А иммигрант, мигрант, нелегально, незаконно, здесь нужно всегда всякий раз переводить это слово, незаконно или противозаконно даже, перешедшие границу и разлученные там на неделю, на две со своим ребенком, просто потому что ребенка не хотят бросать в тюрьму к отцу. Там камера же не одиночка, это же не номер на одного человека. И такой человек имеет право на 450 тысяч долларов. При таком подходе человеку, который способен, готов положить жизнь за свою родину, и человеком, который готов нарушить первый же закон, закон о том, что нелегальный переход является противозаконным деянием. Так вот, а вы говорите о равном или неравном отношении? Конечно, отношение в пользу, беззаконие. Я сейчас не помню точные цифры, но во время Трампа там стали проводить тесты ДНК на предмет родственных отношений между якобы ребенком и родителями. И какой-то процент был, как выяснилось, что они не имеют никаких родственных отношений. Это просто смагглеры, которые используют детей для того, чтобы остаться на... Которых, кстати, родители сдают в аренду этим смагглерам. Я не помню, какой процент был, но такой процент был. Так что это все безумие. И еще в последнее, то есть с этим как бы мы разобрались, и еще один вопрос, то, что сейчас в Конгрессе предстоят битвы по поводу безумия, которые проталкивают с подачи зиц председателя демократа. Это вот новый законопроект. Билд Биг Беттер. Назвать его... Это вообще такой билдер. И одним из пунктов хочу напомнить. Значит, они намереваются дополнительно, выделив там 80 миллиардов долларов на РС, дополнительно нанять 87 тысяч новых агентов. Это 87 тысяч бюрократов, которые посадят. При этом они говорят, что это исключительно для того, чтобы следить за миллиардерами. Так вот, хочу напомнить, в США 614 миллиардеров на сегодняшний день. И в США, и в РС существует специальная команда, которая мониторит этих миллиардеров. И к этим миллиардерам, к этой команде добавить еще 87 тысяч агентов, это только круглый идиот может в это поверить. Это вагиноголовые до бесконечности могут в эту хрень поверить. Потому что, я вам приведу еще один пример. На Тесла работает примерно 70 тысяч рабочих. На всей Тесла. А на Apple работает где-то около 150 тысяч, 154 тысяч работников. И этот хочет, чтобы в РС работало 170 тысяч агентов. Можете себе представить. И он рассказывает о том, что этих людей он нанимает для того, чтобы следить за миллиардерами. Они за каждым из нас. Я говорю, нужно быть круглым идиотом, чтобы поверить в эти сказки. И, к сожалению, таких идиотов в этой стране гораздо больше, чем хотелось бы видеть. Гораздо больше. Ну, чтобы у нас осталось пару минут, чтобы не заканчивать на такой печальной ноте, я предлагаю все-таки другую ноту взять. Дело в том, что в последнее время я чувствую, наблюдаю, судя по всем доступным фактам, прихожу к заключению, что настроение американской общественности меняется. И это видно не только на мертвых цифрах, которые легко показать. Это и поддержка президента и его вица в Америке. Это и победы республиканцев практически на всех местных мелких и менее мелких выборах, которые сейчас наблюдаются. На одну победу республиканцев приходится 10-15 побед. На одну победу демократа приходится 10-15 побед республиканцев. Я причем беру и мелкие выборы, типа там выборов генерального прокурора в отдельных штатах и прочее. Так вот, я замечаю другое тревожное явление. Уже сейчас авторы, пишущие фактически, по заказу и в пользу нынешней администрации, пишут о том, что следующие выборы вряд ли будут демократическими. Что сделано все для того, чтобы эти выборы были прямой противоположностью демократии. Не знаю, как их назвать. Они не пишут фальшивыми, но они намекают на то, что все штатские законы, законы отдельных американских штатов, изменяются в пользу строгостей при сдаче документов, при контроле документов на выборах и прочее, и прочее. Что официально называется в этом валопюке бюрократическом, называется подрывом демократии и прав избирателей. И уже сейчас закладываются основы для того, чтобы, если эти выборы окажутся какие угодно, может быть уже 22-го года, если эти выборы окажутся неудачными для правящей партии, назвать их недемократическими. Тут не важно говорить о том, что проходили фальсификации, или что законы были ориентированы на демократический исход выборов и так далее. Что это означает? Это означает, что вообще ставится под сомнение институт выборов. Что можно будет в таком случае при неуспехе сказать, что вообще такое выборы. Ведь существует общественная правда, по сравнению с ней выборы — это ничтожно. Их можно как-то фальсифицировать, подменить, заменить, подлогу строить и прочее. То есть подрывается сам институт выборов, потому что чувствуют эти люди, что почва уходит из-под ног у них. И это должно быть вовремя замечено, вовремя перехвачено, вовремя парализовано. Потому что иначе уже сейчас, гарантирую, не хочу быть пророком и носителем неприятных вестей, но боюсь, что к этому всё дело идёт. Поскольку они чувствуют, что они проиграют все следующие выборы, они уже сейчас пытаются подкопать, подорвать сам институт выборов, как недемократичный, недостаточно демократичный, по сравнению с абсолютной правдой, которая, конечно же, всем понятна, всем ясна и так далее. Вот что любопытно. А в остальном, разумеется, мы могли бы изобрести, скажем, и в ситуацию с судом над Кайлом Риттенхаусом, по всему видно, что общественное настроение в Америке начинают изменяться или меняться, и даже ломаться, я бы сказал, в правильную сторону. И вот этот закон, о котором я говорил, broke, back, better. Build, back, better. Build, build, back, better. То есть, мы построим, мы вернём... Да-да-да. Но я сейчас не оговорился. Мы вернём экономику в лучшем состоянии. Я сейчас не оговорился. Я умышленно произнёс то, что несёт в себе этот законопроект на самом деле. А, broke, back. Абсолютно. Это обанкротит нашу страну. Сто процентов. Потому что... Ну, это... Вы помните, знаете наверняка... Это же, может быть, и есть одна из целей. Конечно. Обанкротить эту страну. Конечно. Вы же наверняка знаете. Клавард Пивен, которые писали, что для того, чтобы власть пришла к нам навсегда и, так сказать, упала в руки навсегда, нужно обанкротить, нужно перенагрузить социальную сферу, и всё. И власть сама упадёт к нам в руки. Так вот, то, что они предлагают, это как раз перегрузить социальную сферу. То есть, ни одна наша экономика этого не выдержит. Абсолютно не выдержит. То, что они предлагают. Во-первых, они предлагают уничтожить уголь, газ, нефть и так далее. И ничего. Ничего этого. Конечно. Конечно. Это абсолютный бред. А иногда подключается к этим... Ничего, своя энергетика. Вот сейчас, кстати, сегодня буквально ваш замечательный президент распорядился открыть нефтяные запасы, нефтяные ресурсы, из-за того, чтобы бросить 50 миллионов тонн нефти на американский рынок, чтобы сбить чуть цены. Разумеется, это прекрасно, сбить цены. Но если так легко их сбивать, почему же не открывали эти запасы десятки лет в прошлом? Почему хранили и резервы в определенном количестве должны на всякий пожарный случай быть в распоряжении государства? Тогда и открываются запасы. А не в ситуации полного мира, когда вдруг подорожали все энергетические носители, пригодные для производства топлива, и вдруг открываются резервуары. То есть на пожарный случай ничего и не останется на самом-то деле. Достаточно треть оттуда изъять, чтобы их потом уже сложно было наполнить снова. Да ведь не даром же наполняется. Это все та же нефть, ее надо покупать. И если она покупается за рыночную цену для того, чтобы сбить цены на внутреннем рынке, то есть чтобы продать ее несколько дешевле, то вы сами понимаете, что государство выиграть от этого не может. Это называется дорого купить и дешево продать. Ну вот так это произошло сегодня. Открыли резервуары нефти американской. Это как раз вписывается в эту схему обанкротить страну. Это еще один шажок. Вместо того, чтобы не принимать в первый же день своего безумного правления распоряжения, которые усложняют нашу жизнь, я имею в виду в тот момент, когда мы добились энергетической независимости, впервые за долгие-долгие десятилетия он своими указами уничтожил это достижение и моментально пошли цены вверх на нефть на мировом рынке. Ну, правда, наши местные экономисты, особо одаренные, говорят, что это не имеет никакого значения, потому что нефрепровод еще только строился. Я имею в виду Excel Pipeline. Он только строился, он еще не был введен в эксплуатацию. Кстати, насколько я понимаю, его затормозили там сертификацию. Нордстрим 2, по-моему, затормозили его сертификацию. Да, его тормознули по каким-то бюрократическим соображениям. Там регистрация, перерегистрация. Но не в этом дело, а раз он уже есть, как говорится, ружье висящее на стене в конце спектакля, обязательно выстрелить. Раз он уже есть, он уже построен и он уже загружен. нефтью, то, понимаете, он не может загруженной нефтью стоять у границ Германии. Рано или поздно, и в частности, новое правительство Германии, состоящее из социалистов и зеленых, оно, разумеется, его ратифицируют. У меня нет сомнения в этом. Ну вот, так вот, ряд мер, направленных на уничтожение нашей энергосистемы, привели к тому, что и рост цен на энергоносителе. И потом сегодня он выступал, я кусочек послушал, что он принял экстренные меры по расшитию узкого места, то есть вот, бутылочное горлышко. Он говорит, что вся проблема заключается в том, что 40% всего импорта проходит через порты западного побережья. Как будто до этого было что-то по-другому, как будто до этого нам с Луны поставки шли, сбрасывали с вертолетом. А сейчас вот они вдруг обнаружили, и он говорит, мы приняли экстренные меры, я переговорил с этими, с профсоюзами, с портами, с биг-бак, с магазинами, все будет налажено. И ничего, ничего никуда не налаживается. Все такое... Сергей, Америка проходит слотный этот путь в ускоренном варианте, в сокращенном варианте. Я когда-то предсказывал, что первые пять лет, первую пятилетку социализма, они будут проклинать Трампа, сваливать на него все вины, абсолютно все. И дожди, и пожары в Калифорнии, абсолютно все. А дальше начнутся так называемые объективные трудности. Это же непременно. Но, повторяю, Байден проходит семейными шагами весь этот длинный путь, и уже буквально на десятом месте он прямо заявляет, что появились объективные трудности. И их надо преодолевать. И это потребует энергии всего населения. Мы будем просто хлопать бичом над ними, а они должны будут преодолевать. Ну, это и есть объективная трудность, то, что все поставки проходят через порты на восточном побережье. В общем, я очень надеюсь, ну, и сейчас на повестке дня этот закон, опять законопроект, Шумер обещает, что до Крисмаса они его проголосуют и примут. Я очень надеюсь, что этого не произойдет, потому что это катастрофический закон для нашей страны. И дело даже не в том, что там посчитали, что 367 миллиардов долларов долга дополнительного государственного предусмотрен этим законом, что он не оплачен, как заявлял здесь председатель. Zero cost. Ничего не будет стоить. Он разговаривает, как будто с идиотом. Ну, правда, есть идиоты, которые его слушают и верят ему, что это ничего не будет стоить. Это будет стоить. Но самое печальное, что это меняет вообще уклад страны. То есть страна, которая была построена на self-reliance, на ответственности, на личной ответственности каждого. Сейчас мы превращаемся с помощью этого закона в такой нэни-стейт, такой государство-нянька, государство всеобщего благоденствия. Это такая мечта, которая на самом деле никогда не осуществится, а приведет только к разорению, к уничтожению, к разрушению того, что было построено за все предыдущие поколения. Вот это трагедия. Это называется попечительское государство, политология, государство-попечитель всего населения. Ну, правильно, правильно, меняется, так и не случайно. Надо было поменять ментальность, надо было убить ментальность американизма, так называется, комплекс ценностей американской семьи. Это было опора на собственные силы, ответственность, но и в то же время любовь к своей стране, готовность ее защищать. Все это относилось к ментальности американизма. А сейчас принято решение американизма уничтожить на корню. На корню. Любую ментальность. К сожалению, времени больше не осталось. Мы еще не раз будем возвращаться к этой теме, потому что на наших глазах происходит разрушение величайшей в мире страны за всю историю человечества. Спасибо вам огромное. Спасибо. Всего доброго. Счастья. Пережить вам желаю. Все это пережить. Спасибо.